Девушки отдыхают Меня это рассердило. Всемогущий Бог изрек так много истин и вершит работу суда в последние дни. Он вернувшийся Господь Иисус, а священники осуждают Его, не узнав. Разве это благоговение перед Богом? Я решил, что в таком важном деле нельзя верить пастору на слово. Иначе, когда Он вернется, разве не буду я отсеян, как неразумные девы? Да. Брат Линь, ты правильно все понял. В этом вопросе нельзя слушать пасторов. Я вот слушал пастора и чуть не упустил свой шанс поприветствовать Господа. Расскажи о своем опыте. Хорошо. Мы с женой стали христианами в 95-м году. С тех пор мы были очень усердными в наших стремлениях и вскоре стали сработниками церкви Соло-Фиде. А в 2000-м многие там вняли Евангелию в Восточной Молнии и уверовали во всемогущего Бога. С тех пор пасторы постоянно оговаривают Восточную Молнию на собраниях соработников. Однажды пастор Ван упомянул, что в Библии Павлом было сказано, «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое не иное, но есть смущающий вас и желающий превратить благую весть Христа. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам, не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Он также говорил, что мы должны следовать за Господом, а, внимая другому Евангелию, мы предаем Господа и будем прокляты. Восточная Молния проповедует, что Господь уже вернулся и вершит работу суда последних дней, и что это иное. Нельзя слушать Его и верить в Него, ибо это предательство Господа. Он велел выставлять за дверь говорящих о Восточной Молнии. Пастор Вэй говорил то же самое. Неужели? Каждый раз, как наши пасторы упоминали эти библейские стихи, я молча предостерегал себя. Священники не позволяют нам поддерживать связь с Восточной Молнией, и это для нашего же блага. Я плохо понимаю Писание, так что я не могу слушать все подряд. Я получил столько благодати от Господа, я не могу Его предать. А были ли свидетельства о работе Бога в последние дни? Были. Мои друзья и родные пару раз проповедовали мне Евангелие, но я всех их отверг. Я решил держаться пути Господня и не слушать все подряд. Вдруг меня обманут, а Господь отвергнет меня. Однажды моя племянница пришла к нам с женой поделиться Евангелием, но я холодно сказал. В Библии сказано, «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Мы верим в Господа Иисуса, и если пойдем другим путем, это будет предательством Господа. Мы будем прокляты. Иди на исповедь и кайся». Я слушал то, что говорил пастор. Кто бы ни проповедовал Евангелие Божье в последние дни, я их не слушал и сразу же выставлял их за дверь. Один раз, когда мы с женой работали в поле, она очень осторожно сказала мне, «Господь Иисус вернулся, Он всемогущий Бог». Когда она сказала это, я понял, что она внимала Евангелию восточной молнии и приняла его. Я стал ее ругать и сказал, «Наш пастор твердит, что нельзя внимать восточной молнии. Как же ты могла? Принять другой путь – это предать Господа. Ты не сможешь попасть на небеса?» Расстроенный я подумал об этом библейском стихе, «Не участвуй в чужих грехах, храни себя чистым». Раз она приняла восточную молнию и предала Господа, нельзя участвовать в ее грехах. Я сразу рассказал об этом пастору. Думал, он убедит ее отступить. Пастор расстроился и сказал, «Внимать и другой вере – предательство Господа. Ее выгонят из церкви. Поищи у нее книги, и если найдешь – уничтожь. Немедленно иди домой. Да следи за ней. Ни в коем случае не отпускай ее слушать этих людей». Услышав это, я подумал, «Да, чтобы спасти мою жену, надо делать, что говорит пастор. Иначе она будет отвергнута Господом и потеряет шанс попасть на небеса». С тех пор я пристально следил за женой и не позволял ей контактировать с людьми из Восточной Молнии при мне. Пока я был на работе, за ней присматривали наши две дочери, но она все равно убегала на собрание. Однажды я пришел с работы, и, не найдя свою жену, понял, что она на собрании. Я разозлился. Я не мог ее обуздать и решил действовать жестче. Я не хотел, чтобы ее отлучили от церкви. Когда она вернулась, я поднял на нее руку. Я сделал это впервые за долгие годы брака. Из-за этого я ужасно себя чувствовал, а потом понял. Я боялся, что она пойдет неверным путем и утратит Господне спасение. Но что бы я ни делал, она оставалась твердой в своей вере. Тогда я вспомнил слова пастора Вана об уничтожении ее книг. Мне казалось, он прав. Без книг она не сможет верить. В ярости я тайком отыскал и уничтожил их. Но она не собиралась отступать. Она всегда находила способ улизнуть на собрание и советовала прочесть ее книги и решить, Божий ли это голос. И ты прочел? Нет, я колебался. Знаешь, почему? Моя жена всегда была покорной. Она никогда не была упрямой. Но в этот раз она не отступала. Мне стало интересно, чем Восточная молния так ее увлекла. Мне захотелось прочесть их книги. Но вспомнив слова пастора, я себя одернул. Мы должны оставаться на Господнем пути. Сойти с Него значит предать Господа. Поэтому я решил этого не делать. Эй, так почему ты передумал и все же прочел? Однажды, когда я работал в угольной шахте, рядом с моим напарником взорвался детонатор и тот прямо на месте ослеп. Сам я стоял недалеко, но не пострадал. Тебя защитил Бог. Да. Меня всего трясло от страха. Мне было очень жаль напарника, но я был так счастлив, что Бог защитил меня. Вернувшись домой, я все еще был в шоке. Я рассказал жене о происшедшем, а она сказала, «Он слеп физически, а ты слеп духовно. Ты не хочешь прочесть слова всемогущего Бога и даже осуждаешь Его. Сегодня ты остался невредим. Бог тебя защитил, но это Его предупреждение». Эти ее слова меня поразили. Что, если это и правда предупреждение? А вскоре, во время проверки конвейерной ленты в шахте, я чуть не упал на нее из-за головокружения. Как опасно. Да. Я покрылся холодным потом. Я знал, если бы я упал, превратился бы в фарш. Не могу передать, какой ужас испытал. Вернувшись домой, я все рассказал жене. Я спросил, «Почему я не защищен, будучи верующим? Что происходит?» Она сказала, «Господь Иисус вернулся. Он всемогущий Бог. Ты все еще противишься Ему, так что Бог тебя предупреждает. Да. Прекрати бороться с Ним». И вот тогда я реально испугался и понял, что не должен ей мешать. Я подумал о словах пастора. Она идет путем предательства Господа, и это Бог испытывает меня, а я должен оставаться на Его стороне. Я не посмел думать дальше, боясь, что она меня убедит, и я поддамся. Я продолжал убеждать ее покаяться и не ходить на собрания. Но когда я вставал у нее на пути, меня одолевала странная слабость. Я был так слаб, что не мог работать. Я мог лишь лежать в постели. Я молился Господу, но напрасно. Жена сказала воззвать к всемогущему Богу, говоря, что лишь Он может меня спасти. Отчаявшись, я решил попробовать. Я беззвучно взмолился. О, всемогущий Бог! А? Не успел я воззвать к всемогущему Богу, как мои силы стали восстанавливаться. Это было для меня шоком. И так было несколько раз. Я мешал жене, падал без сил и не мог работать. Но после молитвы всемогущему Богу силы возвращались. С тех пор я больше не был таким упрямым и стал поддаваться. Неужели всемогущий Бог, возвратившийся Господь Иисус? Когда жена призвала меня исследовать истинный путь, я согласился. Слава Богу! В тот же день я встретил тех, кто проповедовали Евангелие Восточной Молнии, говорили о Божьей работе периода закона и периода благодати, и о труде распятия Господа Иисуса, искупившего наши грехи. Она связала слова Господа и пророчества из Библии, чтобы побеседовать о Боге, который вернулся в последние дни, изрекает истину и совершает работу суда, очищает, спасает и забирает нас в свое царство. Говорили о том, что такое восхищение, мудрые и неразумные девы и о многом другом. Их общение было очень ясным и полностью соответствовало Библии. Оно поистине озарило мое сердце. За все годы моей веры я не слышал ничего подобного. Я подумал, что в проповедях Восточной Молнии точно есть работа Святого Духа. Почему же пасторы этого не говорят? Я решил пойти в церковь и поговорить с ними, чтобы они узнали о Восточной Молнии и решили, верный ли это путь. Но я не успел. Они пришли ко мне сами, просили жену уйти из Восточной Молнии. Она спорила с ними около трех часов. Видя ее твердость, пастор Ван стал кричать на нее. Ты так упрямо и не хочешь слушать. Это предательство Господа. Оставлять Господа опасно. Если что случится, церковь не поможет. Другой пастор тоже кричал. Ты отвернулась от Господа. Тебе нужно покаяться. А иначе ты будешь отлучена. Они хотели, чтобы жена встала на колени и исповедалась перед Господом. Меня очень раздражал их агрессивный подход. И я подумал, нельзя судить и порицать ее веру огульно, даже если она неправильна. Нужно прощать с любовью и терпеливо вести с ней беседы. Такова воля Господня. Почему вы так деспотичны? В ту ночь я ворочался сбоку на бок, не в силах уснуть. Я просто не мог понять, почему они, будучи пасторами, так поступают с братьями и сестрами. В них нет ни капли любви, сострадания и терпимости, которым учил нас Господь. Что это за пасторы? И что меня удивило, слухи о моей жене быстро распространились по церкви. Она верит в восточную молнию. Она сошла с ума. Я был очень зол. На собрании я спросил пастора Вана. Моя жена не сошла с ума. Почему же вы так говорите? Зачем выдумывать такие слухи? Я был в шоке, когда он ответил. Мы боимся, что и другие последуют за восточной молнией и предадут Господа. Мы делаем так, ибо заботимся о них. Они готовы искажать правду и сеять ложь, чтобы оградить людей от восточной молнии. Да. Я не мог поверить, что это говорил наш пастор. Ведь Господь Иисус сказал, «Да будет слово ваше да, да, нет, нет. А что сверх того, то от лукавого». Он учил нас говорить честно, называть вещи своими именами, не лгать и не выдумывать. Но пасторы не просто откровенно лгали, но даже не чувствовали угрызений совести. Пастор Ван лишь дерзко сказал, что делает это ради прихожан. Они вели себя совершенно не как верующие. на собрании. На собрании я не мог сосредоточиться и ушел очень рано. Из-за этой лжи пасторов многие родные и друзья приходили справиться о жене. Об этой ситуации шептался весь район. Мы с женой оказались в сложном положении. Меня обидело и разочаровало поведение пасторов. И я постоянно молился. Господи, пасторы искажают правду и лгут о моей жене, чтобы оградить верующих от Восточной Молнии. Я нисколько не одобряю их действий. Господи, я слышал, что проповедует Восточная Молния. Это прекрасно и практично. Я боюсь предать Тебя. Что мне делать? Просвети меня и научи различать. Какое-то время я чувствовал себя потерянным и продолжал думать о моей беседе с ребятами из Восточной Молнии. Все они были достойными, теплыми в общении и явно набожными. Их беседа о словах Господа очень просвещала, в отличие от слов пасторов. Но если это действительно верный путь, почему пасторы его не принимают и не дают другим его изучать? Ломая над этим голову и не в состоянии определиться, я вдруг услышал полный величия и власти голос «Не сомневайся и веруй». Когда я услышал этот голос, мне показалось, будто я стою перед Богом и внимаю Ему. Это меня ошеломило. Я не двигался с места, мне было немного страшно. Мне вспомнилось пророчество из Откровения. имеющие ухо да услышат, что Дух говорит церквам. И ведь моя жена говорила, всемогущий Бог изрек много слов. Могут ли эти слова быть тем, что Дух говорит церквам? Это просвещение и водительство Святого Духа. Да. И я решил разузнать о Восточной Молнии побольше. Слава Богу. Жена пригласила к нам в гости брата Джоу из церкви всемогущего Бога, чтобы он поделился своим свидетельством. Я спросил его. В Библии Павел говорит, «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое не иное, но есть смущающие вас и желающие превратить благую весть Христа. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Пасторы и старейшины всегда говорили, что этот отрывок значит, что если мы станем внимать иному благовествованию, это будет предательством Господа. Меня волнует, не является ли вера во всемогущего Бога предательством Господа? В ответ он спросил меня. Пасторы и старейшины интерпретируют этот отрывок так. Верить во всемогущего Бога значит сбиться с пути и предать его. Верно ли они понимают сказанное Павлом? Где гарантия, что иное благовествование у Павла? Павел говорил о Евангелии Царства последних дней? Об этом ли говорил Павел? Я просто онемел. Я понял, что Павел ничего подобного не говорил. Верно. Затем он продолжил. Павел сказал это вскоре после того, как Господь завершил работу искупления и когда распространялось Его Евангелие Царства Небесного. Тогда многие галаты приняли Господа Иисуса, но некоторых ввели в заблуждение, и они верили в иное. Поэтому Павел написал это письмо. Он предостерегал галатов, что в период благодати есть только одно Евангелие – работа искупления Господа Иисуса. Евангелие, отличное от Евангелия Господа Иисуса, сбивало людей с пути. Тогда Бог еще не выполнил свою работу последних дней, и Евангелие последних дней не проповедовали. Вот почему слова Павла не относятся к Евангелию возвращения Господа в последние дни. Они не к месту используют слова Павла к церквам в период благодати, чтобы осудить Божью работу в последние дни. Они неверно истолковывают Писание. Разве же это не полный абсурд? Пасторы хорошо знают Библию. Как же они могли так ошибиться? Они не то, чтобы не понимают слова Павла. Они намеренно искажают правду, чтобы ввести людей в заблуждение. Да. Беседа брата Джоу дала мне некоторое понимание того, что говорил пастор, но оставались опасения. Верить в Господа означает быть верным Его имени и пути. Если я приму путь Восточной молнии, не предам ли я этим Господа? И что же брат Джоу ответил? Он сказал, подумай, вот над чем. Когда Господь Иисус явился и работал, многие люди, верующие в Бога и Иегову, вняли пути Господа и пошли за Ним. Значит ли это, что они предали Бога и Иегову? Отступники ли они? Конечно же, нет. Они шли по стопам Агнца. Они были последователями Бога. А те, кто держался закона Ветхого Завета и отверг Господа Иисуса, казалось, были преданы Богу и Иегове, но на деле именно они восстали против Бога и противились Ему. Они признавали лишь прошлую работу Бога, но не принимали Его нынешнюю работу и не подчинялись Ей. Они даже осуждали Ее, потому они предали Господа, а затем были отвергнуты и отсеяны Им. Брат Джоу сказал, Божья работа всегда продвигается вперед, и Он ведет более новую работу согласно Своему плану управления и нуждам человечества. Да. В период благодати Господь Иисус вел работу по искуплению наших грехов, чтобы, согрешив, мы могли помолиться Ему и получить прощение. Но это не избавило нас от нашей греховной природы. Мы все еще живем в замкнутом круге. Грех, исповедь, грех, исповедь, и мы не можем сбросить оковы греха. В каком состоянии живут все верующие в Господа в наши дни. Они все время лгут и обманывают ради славы и статуса, следуя мирским веяниям, жадные до денег. Среди верующих зависть, распри, осуждение и отсутствие любви. Они плетут интриги и борются за власть, внося раскол в церковь. Пасторы не хотят даже взглянуть на работу возвратившегося Господа, а сочиняют слухи и не дают другим искать истинный путь. Некоторые помогают полиции арестовывать проповедующих Евангелие последних дней. Это очень распространенная проблема. Да. Он сказал, Бог праведен и свят, и Его царство святая земля. Разве Бог может позволить тем, кто всегда грешит и противится Ему, войти в Его царство? Потому Господь Иисус и обещал, что придет снова. Всемогущий Бог пришел в последние дни, изрекая истины и выполняя работу суда на основе работы искупления Господа Иисуса, дабы избавить нас от греховной природы, чтобы мы отбросили грех, спаслись целиком и вошли в Его царство. Это исполняет пророчество Господа Иисуса. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, будет судить Его в последний день. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же приедет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Аминь. В этот момент брат Джоу прочитал пару отрывков из Божьих слов. Давайте посмотрим их на видео. Давай. Всемогущий Бог говорит. Хотя Иисус проделал среди людей большую работу, Он лишь завершил искупление всего человечества и стал искупительной жертвой за грехи человека. Он не избавил человека полностью от его прельщенного характера. Полное спасение человека от влияния сатаны не только потребовало от Иисуса стать искупительной жертвой за грех и понести грехи человека, но также потребовало от Бога совершить еще более великий труд, чтобы полностью избавить человека от его характера прельщенного сатаной. Следовательно, теперь, когда человеку прощены его грехи, Бог вернулся в оплоть, чтобы вести человека в новый период и начал работу обличения и суда. Эта работа привела человека в более высокую сферу. Все те, кто подчиняется его владычеству, насладятся истиной более высокого порядка и обретут еще большие благословения. Они поистине будут жить в свете и обретут истину, путь и жизнь. По окончании труда Иеговы Иисус стал плотью, чтобы выполнить свою работу среди людей. Его работа совершалась не сама по себе, а созидалась на работе Иеговы. Это была работа нового периода, которую Бог осуществлял после того, как завершил период закона. Аналогично, после того, как окончилась работа Иисуса, Бог продолжил свою работу в течение следующего периода, поскольку все Божье управление постоянно продвигается вперед. Когда проходит старый период, Ему на смену приходит новый, и как только прежняя работа завершена, появляется новая работа, которая продолжает управление Божье. Это воплощение, второе воплощение Божье, последовавшее за работой Иисуса. Разумеется, данное воплощение происходит неавтономно, оно является третьим этапом труда после периода закона и периода благодати. Каждый раз, когда Бог приступает к новому этапу работы, всегда должно происходить новое начало, и этот этап всегда должен приносить с собой новый период. Происходят также соответствующие изменения в Божьем характере, в манере Его труда, в месторасположении Его работы и в Его имени. Неудивительно в таком случае, что человеку трудно принять Божий труд в новую эпоху, но независимо от того, как человек Ему противодействует, Бог постоянно выполняет свою работу и всегда ведет все человечество вперед. Аминь. Прочитав их, Он сказал так. Всемогущий Бог вершит работу суда, и хотя она отличается от работы искупления Иисуса и от работы Бога и Иегова в период закона, она основывается на этих двух этапах работы. Это этап последних дней, чтобы полностью очистить человечество. Каждый этап работы более возвышен, чем предыдущий. всемогущий Бог вернувшийся Иисус. И чтобы нам освободиться от греха, надо принять работу суда всемогущего Бога, тогда мы сможем войти в Царство. Принять всемогущего Бога значит быть мудрой девой, слышащей голос Господа и приветствующей Его. Это значит побывать на свадебном пиру Господа. Как это можно считать предательством Господа? Точно. Меня это очень обрадовало. Я понял, что Господь Иисус выполнил работу искупления, чтобы простить наши грехи, но не избавил нас от греховной природы. Всемогущий Бог пришел для работы суда, и это единственный способ избавить нас от греховной природы и спасти, чтобы мы смогли войти в Царство Небесное. Я понял, что, слушая Восточную молнию, я не предаю Господа, а внимаю Его голосу и приветствую Его. Это значит идти по стопам Агнца. Верно. Вспомнился стих из Откровения. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Сейчас Господь вернулся, и предательство это не принимать Его слова и работу. Аминь. Тогда меня одолевали разнообразные чувства. Всемогущий Бог – это Господь Иисус, Которого я ждал так долго. Я смогу поприветствовать Его. Я смогу внимать Его глазу и приветствовать Его. Какое благословение! Я и представить не мог, что поприветствую Господа вот так. Многие годы люди проповедовали мне Евангелие, но я внимал лжи священников, захлопывал перед Богом двери и мешал жене верить во всемогущего Бога. Подстрекаемый священниками, я даже уничтожил Божьи книги жены. Я заслуживал проклятие. Я был недостоин предстать перед Богом. Да, пасторы ведь хорошо знали Библию и много лет служили Господу. Как они могли неверно толковать Писание, вводить людей в заблуждение и даже распускать слухи, чтобы верующие не исследовали истинный путь? Тогда я тоже этого не понимал, но общение на собраниях многое для меня прояснило. Пожалуйста, расскажи об этом. Подумай о времени, когда Господь Иисус пришел работать. Почему фарисеи придумывали ложь, чтобы осудить Его и противиться Ему? В стихах 47 и 48 11 главы Евангелия от Иоанна говорится, «Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в Него и придут римляне и овладеют местом нашим и народом». И Матфея 23, 13, 14 «Господь Иисус упрекает фарисеев, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дом и вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение». Эти стихи показывают нам, что фарисеи изоврались, осуждали Иисуса и вводили людей в заблуждение, чтобы сохранить свой статус и деньги. Они утверждали, что путь Господа Иисуса – это ересь, сбивающая людей с пути. Они лгали, говоря, что Он изгоняет бесов с помощью сатаны. Они подкупили солдат, чтобы те скрыли факт воскресения Господа Иисуса. Из-за этого многие заблуждались, отвергли Господа Иисуса и не спаслись. Да. Всемогущий Бог работает в последние дни, и нынешние священники понимают, насколько властны и сильны слова всемогущего Бога, и что люди сразу же распознают Божий голос и последуют за Ним. Верно. Пасторы видят в этом угрозу для себя. Да. Ведь если все уверуют во всемогущего Бога, кто станет делать им подношение? Вот они и стараются защитить свой статус и доходы, клевеща на всемогущего Бога и не давая людям приветствовать Господа. Чем их осуждение всемогущего Бога отличается от того, как поступили фарисеи с Господом Иисусом? Они же антихристы, мешающие людям повернуться к Богу. Так оно и есть. Да. Вот еще слова всемогущего Бога. Да. Он поможет вам понять суть пасторов. Слава Богу! Всемогущий Бог говорит, есть те, кто читает Библию в величественных церквях и декламируют ее день напролет. Однако ни один из них не понимает цели Божьего труда. Ни один не способен познать Бога. Более того, ни один не находится в согласии с Божьей волей. Они все бесполезные и отвратительные люди, каждый из которых свысока читает нотации Богу. Они сознательно противостоят Богу, даже неся Его знамя. Заявляя о вере в Бога, они едят плоть и пьют кровь человека. Все такие люди – это дьяволы, пожирающие душу человека, главари бесов, препятствующие тем, кто пытается встать на правильный путь, и камни преткновения, затрудняющие путь тех, кто ищет Бога. Они могут выглядеть крепкими сложением, но как узнать, что они антихристы, ведущие человека к противостоянию с Богом, что это бесы воплоти, пожирающие души? Аминь. Аминь. Пасторы говорят, что защищают прихожан, но на деле они защищают свой статус и доход. Верно. Раньше я видел лишь их напускную набожность, но никак не мог раскусить их намерений, и они смогли меня обмануть. Приветствие Господа – это серьезное дело. Будучи пасторами и услышав, что Господь пришел, они должны были изучить этот вопрос, помочь людям внять Его голосу и приветствовать Его. Но думая о должностях и доходах, они неверно толкуют Писание и вводят людей в заблуждение. А когда кто-то принимает всемогущего Бога, они на них клевещут, чтобы другие верующие их отвергли. Да. Церковные священники, коварные и злые, ради должностей и денег, они готовы лишить людей шанса попасть в царство. Это мерзко. Эти священники, противостоящие Богу, антихристы, они Божьи враги. Сейчас я гадаю, как я мог быть таким глупцом. Я верил в Господа, не слыша Его слов, но слушая ложь пасторов. Я цеплялся за представление и раз за разом отвергал Бога. Я даже пытался помешать жене принять всемогущего Бога. Они меня чуть не погубили. Подумать страшно. Работа Бога в последние дни показала истинное лицо пасторов. Я увидел, что они противостоящие Богу, фарисеи и антихристы, и избавился от их лжи и контроля. Божья работа так реальна. Аминь. Твоя беседа помогла мне понять сущность духовенства. Слава Богу! Слава!